По материалам судебного процесса в городе Хабаровске по делу бывших японских преступников. Из протокола допроса Сато Сюдзи, врача-бактериолога, генерал-майора медицинской службы, бывшего начальника санитарной службы 5-й армии, японской квантунской армии. Моя вина заключается в том, что я действительно с декабря 1941 года по февраль 1943 года руководил деятельностью кантонского отряда НАМИ, номер 8604. А затем с февраля 1943 года по март 1944 год я также возглавлял руководство работой Нанкинского отряда ЭЙ, номер 1644. Оба эти отряда занимались изысканиями и массовым производством смертоносных бактерий, предназначенных для боевого применения против китайских войск и мирного населения. Нанкинский отряд ЭЙ, номер 1644, совместно с бактериологическим отрядом номер 731 японской квантунской армии, принимал непосредственное участие в применении бактериологического оружия против китайских войск и местного населения во время боевых операций японских войск. Я, занимая пост начальника отряда ЭЙ, номер 1644, возглавлял руководство отрядом по изысканию и массовому производству бактериологического оружия. С этой целью Нанкинский отряд ЭЙ, номер 1644, был снабжен мощным оборудованием, укомплектован специалистами-бактериологами и в массовом масштабе изготовлял различные смертоносные бактерии. Действительно, под моим руководством, имевшийся в Нанкинском отряде ЭЙ, номер 1644, учебный отдел, готовил кадры бактериологов ежегодно до 300 человек с целью использования их в бактериологической войне. Я с марта 1944 года, будучи начальником санитарного управления 5-й армии, входившей в состав японской квантунской армии, оказывал активную помощь и поддержку филиалу номер 643 отряда номер 731 в увеличении производства бактериологических материалов. С этой целью в мае 1945 года мной был издан специальный приказ частям 5-й армии о вылавливании грызунов, необходимых для производства бактериологического оружия, и направлении их в филиал номер 643 отряда номер 731. Вопрос. Уточните свои показания относительно производственной мощности Нанкинского отряда ЭЙ, номер 1644, и о наличии в нем технического оборудования. Ответ. Производственная мощность Нанкинского отряда ЭЙ, номер 1644, по изготовлению смертоносных бактерий, была до 10 килограммов за цикл. Для изготовления этого количества бактерий в отряде ЭЙ, номер 1644, имелось техническое оборудование, культиваторов ИСИИ около 200, инкубатор комната, также два автоклава, котлы для варки питательной среды. В отряде имелись большие стеклянные колбы, но сколько их было, я сейчас не помню. Из протокола допроса обвиняемого Хиро Закура Дзенсаку, ветеринарного врача, поручика ветеринарной службы, бывшего сотрудника отряда номер 100, японской Квантунской армии. Виновным себя признаю полностью и по существу хочу дать следующее показание. Действительно, с июня 1942 года по август 1945 года я проходил службу в отряде номер 100 Квантунской армии, основной задачей которого, помимо профилактических мероприятий, была подготовка активных средств для ведения бактериологической войны против Советского Союза. Бактериологи, химики, ветеринарные врачи, которые был укомплектован отряд номер 100, были заняты культивированием отдельных видов бактерий, изучением их свойств, изысканиями способов массового заражения животных и людей. С этой целью в отряде номер 100 проводились опыты по испытанию действенности бактерий и ядов на людях и на животных. Являясь ветеринарным врачом, я в качестве научного сотрудника сначала 1-го отделения 2-го отдела отряда, а затем, созданного в декабре 1943 года 6-го отделения того же отдела, исследовал действия бактерий САПА и сибирской язвы, занимался их размножением, принимал участие в разработке возможных способов применения этих бактерий в бактериологической войне. С этой целью в июле-августе 1942 года я принял участие в экспедиции в район Трехречья, называвшийся летними маневрами. Эта экспедиция имела своей целью исследовать возможности применения бактерий сибирской язвы и САПА в естественных условиях, приближенных к району вероятных военных действий у границ Советского Союза. Во время этой экспедиции проводились опыты по заражению САПА омреки Дербул и водоемов, а также опыты по заражению сибирской язвой почвы и травяного покрова. Микробы для этой цели вырабатывались в походных лабораториях и испытывались на лошадях, овцах и морских свинках. С июня 1944 года я в группе научных сотрудников отряда номер 100 находился в северо-хинганской провинции и по приказанию командования Квантунской армии занимался сбором сведений разведывательного характера, а именно выявлял наличие и количество скота у населения в пограничных Советским Союзом и Монгольской Народной Республике районах, устанавливал состояние этого скота, наличие летних и зимних пастбищ, участков в сенокошении, состояние дорог и водоемов. Эти сведения необходимы были японскому командованию для того, чтобы в случае войны с Советским Союзом произвести массовое заражение скота с целью бактериологических диверсий. В этой группе с июня по сентябрь 1944 года я выполнял отдельные задания капитана Асао, а с сентября 1944 года по день моего пленения, август 1945 года, руководил данной группой, ибо Асао из группы был отозван. Как мне было известно от начальника отряда номер 100 генерал-майора Вакамацу, авиация на основании собранных мною сведений будет производить распыление бактерий САПа, сибирской язвы и вируса чумы рогатого скота для заражения скота пограничных с Советским Союзом и Монголией районов в случае возникновения войны. О проделанной моей группой работе я дважды представал генералу-майору Вакамацу письменные отчеты, прилагая к ним топографические карты с нанесенными на них данными разведывательного характера, состояние водоемов, пастбищ, скота и так далее. Один раз по этому же вопросу я сделал устный доклад начальнику ветеринарной службы Квантунской армии генерал-лейтенанту Тахакхаси Токаатсу. Кроме того, о проведенной работе я информировал начальника Хайларской военной миссии подполковника Амана, который, как мне известно от генерал-майора Вакамацу, был осведомлен о целях и задачах, поставленных перед моей группой. Как мне известно в своем отчете, представленном в штаб Квантунской армии, подполковник Амана дал хорошую оценку нашей работе. Одновременно с указанной работой я по приказанию генерал-майора Вакамацу летом 1945 года закупил у населения северо-хинганской провинции 500 овец, 100 голов рогатого скота, 90 лошадей на отпущенные для этой цели 80 тысяч иен. От генерал-майора Вакамацу мне было известно, что в случае войны с Советским Союзом этот скот будет заражен сибирской язвой, сапом, чумой рогатого скота и овечьей оспой и с диверсионной целью оставлен в тылу советских войск, чтобы вызвать вспышку остроинфекционных заболеваний. Мне было известно, что для этой цели в местах нахождения закупленного мною скота будет на самолетах доставлено необходимое количество вышеперечисленных бактерий и скот будет заражен созданными диверсионными группами. Признаю виновным себя также и в том, что во время нахождения в северо-хинганской провинции я по приказанию генерал-майора Вакамацу закупил скот 10 телят для использования его при опытах, проводимых ранней весной 1945 года в районе реки Южный Хангол. От участников этих опытов майора Ямагучи неизвестно, что во время опытов, именуемых зимними маневрами, проверялось действие вируса чумы рогатого скота и овечьей оспы в зимых условиях путем их распыления по снегу и по разбросанному по нему корму. Опыты эти проводились в условиях, в которых должны были осуществляться бактериологические диверсии против Монгольской Народной Республики, ибо известно, что скот в Монголии в зимнее время питается подножным кормом. Кроме того, летом 1943 года в целях установления количества ядов, потребных для умерщвления лошадей цианистым калием, стряхнином и другими, мной по приказанию начальника 2-го отдела Хосака проводились опыты над 40-50 лошадьми частей Квантунской армии. В результате этих опытов 10 лошадей пало. Для какой цели производились эти опыты, мне не было известно, но предполагаю, что изыскивались способы применения ядов для диверсий. Из протокола допроса Митома Кадзуо, старшего унтер-офицера, бывшего сотрудника отряда номер 100 Японской Квантунской армии. Виновным себя признаю полностью в том, что я в апреле 1941 года добровольно поступил на работу в отряд номер 100 Квантунской армии, занимавшийся приготовлением возбудителей сибирской язвы, сапа, чумы рогатого скота и овечьей оспы, а также, зная о том, что эти возбудители приготовляются специально для ведения войны против Советского Союза, принял активное участие в их приготовлении в специальной лаборатории отряда номер 100. Поступив на работу в указанный отряд, я прошел специальные курсы по культивированию бактерий сибирской язвы и сапа, которые лично мной культивировались в специально закрепленном за мной инкубаторе. Эту работу я выполнял на протяжении всего времени моей работы в этом отряде, то есть с апреля месяца 1941 года по октябрь месяц 1944 года. Кроме того, я неоднократно принимал участие в проведении опытов по проверке на животных и живых людях действенности изготовляемых мной смертоносных бактерий с целью их применения командованием японской армии в войне против Советского Союза. Так, в июле-августе 1942 года я в составе работников отряда номер 100 принимал участие в экспедиции в районе Трехречья, где проверялась устойчивость бактерий сапа в реке Дербул и сибирской язвы в стоячих водоемах. В данной экспедиции руководил начальник второго отдела отряда номер 100 майор Мурамото. Там же я лично производил культивирование бактерий сапа и сибирской язвы, которые нашей группой использовались для опытов на реке Дербул и стоячих водоемах. Эти испытания проводились на реке Дербул, впадающей в пограничную с СССР реку Аргунь. В августе-сентябре 1944 года я под руководством научного сотрудника Мацую производил в расположении отряда номер 100 опыты над живыми людьми в количестве 7-8 арестованных русских и китайских граждан, проверяя на них действия ядовитых веществ, которые мною отравлялась пища, выдаваемая этим арестованным. В конце месяца августа 1944 года по указанию Мацую мной было положено в кашу до 1 грамма героина. Эту кашу я отдал арестованному китайскому гражданину, который съел ее, и минут через 30 после этого он потерял сознание и в таком состоянии через 15-16 часов умер. Давая такую дозу героина, мы знали, что она смертельная, но для нас было безразлично, умрет ли он или будет жив. Над некоторыми из арестованных я проводил опыты по 5-6 раз, проверяя действия корейского вьюнка, героина, бактала и зеренка-сторника. Один из арестованных русской национальности в результате проводимых опытов ослабел, и над ним больше нельзя было производить опытов. Мацую дал мне указание убить этого русского путем введения ему укол цианистого калия. После укола этот человек сразу умер. Затем я также присутствовал при расстрелах жандармами трех арестованных, над которыми мною производились опыты. Вопрос. Чем желаете дополнить свои показания? Дополнить мне больше нечем. Из протокола допроса Кикучи Норемицу, ефрейтора, бывшего санитара-практиканта лаборатории филиала 643 отряда номер 731 японской квантунской армии. Виновным себя признаю полностью в том, что я находясь на службе филиала номер 643 отряда 731 в период с апреля месяца 1943 года по день пленения занимался культивированием бактерий тифа, паратифа, дизентерии, туберкулеза для исследования этих бактерий и изучения их свойств и способности вызывать эпидемии. Занимаясь культивированием бактерий, я изучал питательную среду, на которой они размножаются и этим добивался приготовления такой питательной среды, на которой быстрее культивируются и более длительное время сохраняют свою живучесть бактерии. Я добивался также того, чтобы быстрее приготовлять питательную среду для бактерий. Моя работа по культивированию бактерий и изучению питательной среды для них была направлена к тому, чтобы когда поступит приказание моих начальников, я лично и первое исследовательское отделение в целом смогли бы быстро производить массовое культивирование бактерий. Я знал, что японская Квантунская армия подготавливает бактериологическую войну против Советского Союза и к этому готовились отряд номер 731 и филиал номер 643, который помогал отряду номер 731 в подготовке к бактериологической войне. И моя работа в первом исследовательском отделении филиала тоже была направлена на подготовку к бактериологической войне. Следовательно, и я лично принимал участие в подготовке этой войны, в чем я признаю себя виновным. Преступления, которые я совершил, я не делал не по своей воле, а по приказаниям начальников, которым я подчинялся. Не выполнить их приказаний я не мог, так как за невыполнение приказаний я был бы наказан. Из протокола допроса обвиняемого Курусима Юдзи, бывшего санитара-лаборанта филиала номер 162 отряда номер 731 японской Квантунской армии. По предъявленному обвинению я вину свою признаю полностью. Действительно, после призыва меня в ряды японской армии, после прохождения общевойсковой подготовки в 97-м пехотном полку, я в апреле 1944 года был направлен для прохождения службы 162 филиал отряда номер 731, дислоцированный в Линькову. Вскоре после прибытия в этот филиал из характера производимой работы, а также предупреждений о секретности деятельности отряда номер 731, я понял, что хотя отряд номер 731 официально призван заниматься вопросами водоснабжения и профилактики, но на самом деле он занимается выращиванием бактерий, остроинфекционных заболеваний, тифа, паратифа, холеры, чумы и других, а также выращиванием блох и размножением с этой целью грызунов. Находясь на 6-месячных курсах санитаров при филиале номер 162, я в числе других курсантов под руководством начальника 1-го отделения майора Хасоя уделял особое внимание изучению бактериологии. По окончанию курсов я в составе группы военнослужащих, руководимых младшим унтер-офицером Иосентаки, был направлен в 731-й отряд для участия в испытаниях бактериологических снарядов. Испытания эти именовались маневрами. Находясь в отряде 731 перед отъездом в район испытаний, я от сотрудников отряда узнал, что культивируемые здесь массовом количестве бактерии, остроинфекционных заболеваний испытываются насильственным путем на живых людях русской и китайской национальности, содержащихся в отряде. Здесь же я узнал, что мне придется участвовать в испытании для установления возможного распыления блох и заражениями местности при помощи авиации. С 6 по 30 октября 1944 года, близ местечка Утон, я принимал участие в этих маневрах, охраняя помещения личного состава испытателей. Кроме того, я принимал участие в подсчете блох, попадавших в ящики, расставленные на территории в двухквардатных метрах после разрыва сброшенных самолетов фарфоровых бомб, начиненных этими блохами. 2 ноября 1944 года я возвратился в 162 филиал и был назначен для работы в бактериологическую лабораторию первого отделения, где выполнял обязанности стажера-лаборанта. Здесь, под непосредственным руководством старшего унтер-офицера Кан Ютака и начальника первого отделения майора медицинской службы Хосоэ, я занимался посадкой бактерий туберкулеза, тифа, паратифа на питательную среду. Подготовкой лабораторных приборов для исследования регулировал температуру инкубаторов при культивировании бактерий. Кроме того, я дважды по 7 дней каждый раз выезжал для ловли полевых грузунов. Всего мной было поймано до 300 таких грузунов, последствия направленных в отряд 731, для использования при изготовлении бактериологического оружия. Я признаюсь себя виновным, что всей своей практической деятельностью в отряде номер 731 и во филиале номер 162 я участвовал в подготовке бактериологического оружия для массового истребления людей. Однако прошу учесть, что будучи участником этого преступления, я являлся исполнителем приказов японского военного командования. Продолжение следует...